Идущий на профит, приветствую тебя, привет, друзья, дамы и господа, рад вас их видеть. Лайки, подписочки, колокольчики, нажимаем, нажимаем, прожимаем, начинаем. 29 марта, давайте смотреть, что у нас по биткоину и криптовалютам. Вышли из зажима, раз, два, три касания, четвертый был пробой, но и, судя по всему, это была всего лишь провокация. На 40% зафиксировал шорт в плюс, без убыток оставил все остальное, сижу, наблюдаю. Из-за отсутствия вот в этой форме четко выраженной кульминации, скорее всего, пойдем на от величины коррекции 0,5-0,618 на минус 0,25. Так, нет, секундочку, неправильно я тут расположил, вот так вот. Минус 0,25, 29,500 и 30,000 плюс. В теории, конечно, это может быть тестом зажима. Да, то есть, раз, два, третье касание, отбой, четвертый пробой и вот это вот все тест. На этот случай я поставил стоп в без убыток, но не фиксирую полностью в плюс шорт. Но, опять же, повторюсь, из-за отсутствия четко выраженной кульминации вверху, мне кажется, что еще пойдем дорисовывать верхи. Пока так. Ну, давайте быстренько пройдемся по комментариям. Что-то их очень много, во-первых, просмотров что-то много и комментариев немало. Так, благодарю за прогноз. Как всегда, спасибо, привет, спасибо за обзор, подскажи на часы по битку локальный зажим. Ну, я так понял, на перевернутом графике, да, на перевернутом, скорее, да. Вот это стадия фаза разгона была тут, четко выраженная кульминация с пин-баром. Раз, ну, короче, тут надо вообще спускаться на какие-нибудь 30-ти минутки и отсчитывать, по сути, линию контроля выше. Раз, два, три, четвертый пробой. Ну, по сути, да. Так, спасибо за обзор. USDT-доминация, неделька зажимуха. Блин, сорян, не буду я пока синтетические графики смотреть, их надо за раз все смотреть. И доминации USDT, и других стейблкоинов, и бьюзда желательно посмотреть. И все это вкупе с Total, Total 1, Total 2. Так, если появится цифровой доллар CBDC, то наличку запретят, и она будет ничего не стоить? Блин, такие вопросы. Как будто, я не знаю, с Клинтон сижу, или нет, с Медведевым бухаю. И знаю, что там CBDC будут делать. Я, к сожалению, это... Да я думаю, что и они не знают особо. Вот, потому что... Давай стрим часа на три на тему цифрового рубля CBDC. Да блин, а как применить это? Можно порассуждать вообще на что угодно. Каким там будет CBDC? Каким будет доллар? Как там США выльет в стакан биржевой все свои битки? Только, ну, прикладная информация – это суть от этой информации. Так, насчет зажима по отманутельки разве не должно быть? По технологии еще один раз манипуляция хаями, то есть хаями, чтобы уже потом выдать экспоненту в лонг. Не совсем понимаю, о чем говоришь. Провокация должна всегда... Ну, вот, линия контроля, линия зажима. Провокация может быть изначально, потом вот так вот. Может быть в середине – это головы и плечи. И может быть в конце экспонента, как вот на Инче было летом 2021 года. Так, секунду, сейчас удалю все. Вот. Так что вот. Спасибо за прогноз. Хотел поинтересоваться психологией, как человек, которому психологически легче шортить. Чем заходить в лонг? Не могу себе даже теоретически представить биток снова на 60К. Не думаю, что люди, которые кричат про биток по 1 миллион к концу года. За психологию. Я не знаю, что тебе сказать. Мы не машины, мы не алгоритмы, мы всегда ошибаемся. Просто надо оцифровывать свои ошибки и понимать, где они, где их не допускать. Не, я теоретически биток могу представить легко. По 60 тысяч, по 100 тысяч, по 200 тысяч я тоже легко могу представить. Просто есть страты, благодаря которым выгодно играть от шорта. Например, зажим. Да, там, лонг. Ты никогда не угадаешь экспоненту. Вот. В лонг можно играть по ЛПС. Вот это вот такая страта. То есть, от того, что ты шортишь или лонгуешь, это неважно. Ты можешь хорошо шортить на растущем рынке, хорошо лонговать на падающем. Поэтому сложно что-то посоветовать, кроме как свою страту выработать. В Европе уже во многих магазинах наличку не принимают. А я слышал, что наоборот, в некоторых европейских магазинах за оплату наличными какие-то бонусы есть. Так, XRP BTC. Скоро четвертая касание на недельке. Фьючерсы на пшено. Один месяц зажим по ЛПС. Ну, был зажим. Пришли к старту. То есть, это вообще как провокация была. Дальше пошли вверх. Сейчас неизвестно чего, потому что нужны три точки. У нас нет ни одной. Откуда считать-то? Так. Привет из Кишинева. Посмотри внимательно, Ада, тебе за обзор лайк. Нажимаю, нажимаю. Ну, ситуация. Так, здесь был ЛПС. Да, интересные зоны. Только коснулись ее. Я думаю, что, наверное, релевантно тут рассматривать Адам и Еву. Что-то такое. Вот так вот. Помню, ты давно хотел сказать по стратегии Майкла Сейла с его постоянным докупком битка. Если ты это сделал, где можно ознакомиться? На каком-то из стримов я говорил. Но суть там простая. Его фонд, они же сначала обанкротились на... Ну, чуть не обанкротились на какие-то инновации они там делали. Я уж сейчас не вспомню. Ну, суть в том, что он просто начал в кредит покупать битки. То есть у него вообще, по сути, кредитная компания. Страта его вкратце следующая. То, что он покупает битки под облигации. Причем покупает он это все за кредитное плечо. Точнее, за кредитный процент около нулевой. И покупая битки в своей компании, он это делает за счет инвесторов. И даже если биткоин скоманется, просто его битки в структуре компании перестанут быть его битками, перейдут в владение инвесторов. То есть они останутся у него на балансе. Ну, точнее, на его компании. Вот. Спасибо, бро, приезжай в Вьетнам. А не зуб дает, что флешбеков больше не будет. Рад, что считаешь сообщение. Это приятный красавчик. Смотрю тебя постоянно. Ну, бывает, не согласен с тобой. Ты круто все делаешь, но под рукой не стоит забывать. Есть много полезного. Завойков разберите. Он хорош. 23600 будет. Привет, посмотри, лайткоин по дням. Я уже смотрел очень много раз лайткоин. На глобальном графике у него зажим. Не совсем корректно объяснил про CBDC. Идея сжигания CBDC это хорошо. Идея правильная. Нужна для развития экономики. Чтобы под подушкой лежали средства и работали. Ну, а смотри, ты заработал эти деньги. Ну, какого хрена их кто-то там сжигает? Потому что там решил какой-то Винни-Пух или еще кто-то, что деньги должны сжигаться. Ну, что это за бред? Я, например, хочу зафиксировать свой труд в каком-то эквиваленте. Почему, если я хочу в деньгах его зафиксировать, они должны сжигаться? По сути, это сжигание моего труда. Любая, понимаете, любая государственная регулировка, она всегда чем-то сбалансирована. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Вот, например, Китай. Он запретил все рискованные активы. Он фактически уничтожил свой фондовый рынок. Они уничтожали много образовательных проектов. Там какой-то проект стоил 300 юаней, потом 300 долларов, потом 13 долларов. Сейчас не знаю вообще, соскамился или нет. Куча образовательных проектов. Очень много бизнеса выдавили. Опять же, вот эти вот большие компании, типа Binance, Hubi, которые бежали из Китая, потому что там за криптовалютную деятельность очень сильно били по попе. Вот Китай запрещал все вот эти высокорискованные бизнесы, высокоазартные, там казино, я не знаю, биткоин, спекуляции на фондовом рынке в высокорискованных акциях. Типа мы за здоровый бизнес, без вот этих вот азартных штук. Но человек так устроен, и что он будет всегда, часть людей хотят пролудить свои деньги, куда-то вложить, инвестировать. Но в итоге они запретили вкладывать во всякие высокорискованные активы, фондовый рынок и так далее. Куда китайцы пошли вкладывать? Они пошли вкладываться в рынок недвижимости. Он же самый надежный, он же самый лучший. Ну и что, загуглите города-призраки Китая. Они сделали очень красивые там районы, похожие на Париж с Эльфиевой башней. Ну не помню, только не в натуральную величину. Они сделали там маленькую Европу у себя, там щебеночка. Сделали небоскребы огромные там. То есть вы найдете вообще любой топовый город Европы, вы найдете и в Китае. Но только там никто не живет, там человек 5-10. И надули этот пузырь недвижимости так сильно, что вот Чайный Вэг, блин, как это называется там? Короче, застройщик, когда начало шататься, там пол Китая чуть не рухнуло. А все потому, что там огромный пузырь в недвижимости. Раз никуда деньги не вкладываются, значит деньги либо уходят за границу, либо вкладываются в то, что разрешают. А разрешают, например, вкладываться в недвижимость и все. Там огромный пузырь. Поэтому любая регулировка, в том числе и CBDC, вызовет шквал того, что китайцы снова начнут разгонять какое-нибудь золото или биткоин. Ну короче, деньги потекут туда, куда не будут там какой-то местный диктатор вам говорить, что их будут сжигать. Так, а ты что думал? У этих клещей целая система. Один аккаунт покупаю и пишу. И пишут с него не только игрокам-медведям, но и тысячам других каналов. Если себе 10 внедрят, у нее будет срок жизни. Ну и что? Я уверен, что граждане перейдут на бартер. Появится товар, который будет иметь ценность среди населения, который не исчезнет. Ну вот, в том числе и биткоин, и золото. Так, гуд. Почему по AtomTech такой скромный? Почему не в зону провокации? Там будет оставлено процентов 10-20 на зону провокации. Так, Ripple нам покажет. Уже показал. На заднем фоне сирены ментов. Слышно, походу, приехали за тобой. Звук лонизания, за неуплату. Да, электричество вырубать приехали. Однажды отец дал мне денег, чтобы я купил себе поесть. Но я пошел на Binance и встал в шорт с сотым плечом. Когда я рассказал своему отцу про это, он дал мне пизды. А, сорян, сорян. Нет, не на телефон, а на электричество. Вместо электричества я на Binance закинул шорт с то плечо. Рассказав отцу, он дал мне пизды. Но на утро он открыл дверь и там стояла тачка. Мы оба очень сильно плакали, потому что тачка была из энергосбыта. И она приехала отключать электричество. Тогда меня избили второй раз. Так, Atom, USD, глобальный зажим актуальный. Да, господи. Можно купить Google аккаунт по 3 рубля. Ну, 3 рубля ты можешь купить в Google аккаунт. Но там, по-моему, сейчас обязательно привязка к телефону. Это раньше можно было без привязки к телефону. Ладно, все. Лайки, подписчики, колокольчики. До новых встреч. До прибыли своей прибыли. Пока. А, еще, кстати, по 3 рубля ты покупаешь. А там уже на этот аккаунт куча всего зарегистрировано. И не факт, что к номеру привязан будет. Ладно, все. Лайки, подписчики. До прибыли своей прибыли. Пока.